Добрый день всем участникам конференции. Меня зовут Дим Чуджувинов, я представитель компании AB Vista. Штаб-квартира этой компании находится в Великобритании, а на российском рынке нас представляет компания FIDAGRA. На российском рынке мы работаем с 2014 года, предоставляя нашим клиентам ферменты для кормления. Но на сегодняшний день у нас есть уже регистрация для живых дрожжей. Торговая марка этих живых дрожжей называется VistaCell. Я хочу показать некоторые специфические результаты по применению этих живых дрожжей в кормлениях свиней. Но до того хочу обратить немножко внимание на механизм действия живых дрожжей. До сих пор уже несколько из прежних говорящих подчеркнули и обратили внимание на факт, что баланс микробиота кищечника очень важный момент для здоровья животных и для получения эффективного отращивания. В такое же направление работают и живые дрожжи. Впервые в содержимом кищечнике более-менее находится определенное количество кислород. Этот кислород поступает в кищечник через диффузии из крови кровенистых сосудов, поскольку мы знаем, кищечник очень богат кровенистых сосудов. Какой эффект от присутствия кислорода? Обычно при какой-то концентрации кислорода в содержимом кишечника получается рост патогенной бактерии. Есть такая особенность у живых дрожжей, что они поглощают кислород, потребляют его и таким образом они создают анеородные условия, то есть давят на рост патогенной бактерии, но с другой стороны увеличивается рост тех бактерий, которые расчепляют клетчатку. А уже и другие презентеры, и другие участники, и другие докладчики тоже объясняли в презентации, что на сегодняшний день содержание клетчатки в рационах для свиней, для поросят очень важный момент, и мы должны не только увеличивать уровень клетчатки в рационах, но и применять правильную фракцию этих клетчаток. То есть живые дрожжи своей обменой веществ и подавляя патогенной бактерии оказывают благоприятное воздействие на состав и на баланс микробов, баланс бактерий в содержимом желудочно-кишечного тракта, содержание бактерий примерно в слепой кишке и в оботочной кишке. И как результат усиленного роста целлюлозоэлитичных бактерий идет рост, увеличивается содержание летучих жирных кислот, как масляная, протеоновая, уксусная. А известно, что эти жирные кислоты, и особо масляные, они служат как источник энергии для свиней. Примерно обнаружено, что до 15% чистой энергии необходимой для, извините, обменной энергии, необходимой для жизнедеятельности организма свиней идет за счет летучих жирных кислот. Есть еще другие стороны механизма действия, но из-за ограничения времени я не буду идти более глубоко. Более мне хочется показать, какие свойства, какие преимущества этого препарата. И действительно, то, что я вам говорил про воздействие кислорода и по присутствию кислорода на уровень летучих жирных кислот, было обнаружено в экспериментах, инвитроэкспериментах. И чем темнее столбцы, тем выше концентрация кислорода при этом опыте. И установили, что более высокая концентрация давит, ухудшает ферментацию, и концентрация летучих жирных кислот снижается по сравнению с анаэробными условиями. Чисто с технической и практической точки зрения, интересно, какая термостойкость препаратов у нас новых живых дожей. Потому что все эти теоретические вопросы, они, конечно, имеют свою основу. Но если препарат, который попадает в организм животных, практически неактивен, нет никакой пользы. Поэтому мы делали испытывание на активность нашего продукта по сравнению с другими. И было обнаружено, что вистосел сохраняет довольно высокую активность до 75 градусов. И этот уровень термостойкости довольно хороший и мы сравниваем с другими препаратами. Другой практический момент – это поскольку вистосел сохраняет свою активность после нескольких месяцев хранения в премиксах. Насколько он стабилен. Потому что мы знаем, что в зависимости от условия производства, логистики и данного момента, иногда получается, что клиенты не сразу вводят свои премиксы и не хранят их. Но в данном случае, видно, вот эта линейка представляет сохранность вистосела. Живые дожди в вистоселах сохраняют свою активность довольно долго, после 3, даже 6 месяцев. Количество живых клеток сохраняется довольно высоко. Другой момент, конечно, с точки зрения практики. Какие эффекты он дает в зависимости от фазы кормления? В фазе супоростности, если мы кормим свиноматки, супоростные, получаются такие эффекты в некоторых направлениях. Растет продуктивность свиноматки, то есть количество поросят, и в тем же время улучшается их качество. И конкретно какие результаты были обнаружены в экспериментах. При норме ввода полкилограмм в периоде супоростности увеличивается или килограмм, в зависимости от вариантов, увеличивается количество живорожденных, а в то же время упадает процент медворожденных. И вот этот эффект оказывает свой был опрятный влияние на конечные результаты при отращивании поросят. С другой стороны, обнаружено было, что живой вес тоже растет по сравнению с контролем, то есть при кормлении без никаких живых держений. И очень-очень немаловажный фактор, момент, то, что снижается доля поросят, которая весит меньше килограмм. А это связано, все мы знаем, с жизнеспособностью поросят до отема и после отема. В периоде лактации. Если мы продолжим кормить наши сына-матки и в периоде лактации, это кормление вистосела тоже влияет благоприятно, увеличивая живой вес поросят, снижение падежа и улучшение их продуктивности. А с чем это связано? Конечно, чтобы улучшить качество поросят, с одной стороны, они должны принимать большее количество молока, но и речь идет о качестве молока. В этих экспериментах было обнаружено, что если мы кормим живыми держами вистосел, увеличивается концентрация иммуноглубулинов в Малазиве на 20%, даже 30% по сравнению с контрольной группой, соответственно, в Малазиве и в молоке. И поскольку я подсказал, и прежде говоришь, что хороший баланс микрофлоры в кишечнике влияет плодотворно, благоприятно на продуктивность свиней, здесь вот вистосел обладает вот этот эффект. Увеличивается выделение молока почти на килограмм свиноматок из-за того, что повышается эффективность энергии, которая выделяется при переваривании корма. И снижается доля затраченной энергии на рост нервоприятных микроорганизмов. Другой важный момент при выращивании поросять – при каком живом весе мы сможем получить гнездо в периоде отема. И после мы проводили много таких экспериментов. Направление почти везде одно и то же. Увеличивается живой вес. Есть, конечно, результаты, которые не как нам хочется, но это не большинство. Это живой организм, это биология. Никогда стопроцентную эффективность не сможем получить. Но дело в том, что получить высокую эффективность – выше 90%. И в данном случае более чем 6% увеличилась в средней живой весе при отеме поросят. Другой хороший момент, что в тем же экспериментах получилось и понижение смертности, подвижая до отема, на около 2 пункта ниже. Это 2% ниже по сравнению с консолью. Если идем логически на следующий период, когда у нас уже довольно качественное и большое количество поросят, как влияет вистосел на эти поросята после отема? И действительно, в наших экспериментах было обнаружено, что живые дрожжи, в частности вистосел, они влияют действительно на иммунитет организма. Так называемые те лимфоциты, которые вовлечены в клеточный иммунитет, и чем выше их доля, тем лучше, тем сильнее иммунитет, получается, что так называемые CD4 и CD8 увеличились, как их доля увеличилась за счет того, что мы кормили свиноматки в время лактации. То есть кормление свиноматок влияет, в конце концов, и на качество иммунитета полученных поросят. Потребление корма увеличивается не только в суперостной фазе лактации, но и на 2% увеличивается у поросят. А это очень-очень важный момент, который известен каждому специалисту по свиноводству, что основная цель для получения хороших продуктивных результатов улучшить потребление корма у поросят. Я имею в виду не только молоко, но и сухого корма. А в данном случае, по сравнению с концолем, это потребление улучшилось на 2%. После отъема до 42 дня, после того на испытание вистосела установили, что улучшается прирост по сравнению с концолем на 7%, среднесуточный прирост растет. В то же время улучшается конверсия, то есть снижается расход корма. Это статистически достоверная разница. И поскольку наша компания занимается и предоставляет своим клиентам не только живые дрожи, но и ферменты, мы сделали попытку посмотреть на то, как влиять такое совместное применение с аланазой примерно, с живыми дрожжами. Потому что в практических условиях, наверное, уже 70% производства кормов для свиней уже добавлены ферменты. Так что это с практической точки зрения тоже интересно обнаружить, есть ли какой-то синергический эффект, нет ли, если мы совместно применяем ксилоназу, НСП-фермент с живыми дрожжами. И что получается при такой совместной применении, при комбинации? Ксилоназа плюс живые дрожжи. Растет среднесуточный прирост. В данном случае это только тренд. Статистически достоверная разница не получилась. Но если посмотрим на конвенцию корма, ксилоназа совместно с живыми дрожжами снижает на 7% конвенцию по сравнению с контролем. И даже с двумя пунктами по сравнению с одинарным положением ксилоназы. Что касается живого веса, здесь тоже есть тренд для увеличения конечного живого веса в конце этого периода, если мы совместно добавляем и ксилоназу, и ксилоназу, и к живые дрожжи. То есть в практических условиях есть такая хорошая перспектива для синергического действия совместного применения и НСП-ферментов и живых дрожжей. Я снова покажу слайд, который связан конкретно с исследованиями состава микробиома. Уже несколько докладчиков обратили внимание на этот важный факт. Как стабильный микробиом в содержимом желудочно-кишечном кокте, поскольку он стабилен, поскольку он развивается в направлении полезных или патогенных микробов. И после проведения нашего эксперимента поросят 42 дня после отема, что было обнаружено в подвздошной слепой кишке? Впервые сильный рост доля лактобацилов и снижение доли кластридии. А это очень важный момент, все мы отлично знаем, какая роль кластридии негативная, патогенная, условно-патогенная, а лактобацилы полезны микроорганизмами. А в слепой кишке мы тоже обнаружили увеличение лактобацилов по сравнению с контролем, по сравнению с целоназной группой почти те же результаты, если смотрим на долю лактобацилов. Или все, что мы с остальными коллегами обсуждаем на сегодняшний день. Получается, что каждое условие кормовые, каждые добавки и другие способы, которые направлены на улучшение стабильности и биоразнообразие микробиома поросят и свиней, они дают свой положительный эффект в конце концов, на продуктивность, на статус здоровья. Нужно заканчивать потихонечку. Да, это последний слайд. Спасибо. Мы рекомендуем своим клиентам довольно высокую дозу 10-20 миллионов живых дрожжей. Почему такую высокую норму? Потому что статистический анализ всех экспериментов, проведенных до сих пор, показывает, что чем выше норма ввода и количество живых дрожжей в комбикорме, тем лучше эффект, тем более эффективность. Ну, конечно, есть какой-то экономический лимит, поэтому мы так рекомендуем эту комбинацию 0,5 килограмма на стану корма. Спасибо за внимание. Продолжение следует...